Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Наши маленькие слушатели отправились отдыхать и оставили эфирное пространство мамам, папам, бабушкам и дедушкам. В эфире программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Вчера мы начали разговор о том, как стимулировать интерес ребенка к учебе. Сегодня продолжим нашу беседу, а потом поговорим о том, как научить детей не стесняться обращаться к учителю по самым разным вопросам. В гостях у нас замечательный эксперт, нейропсихолог Яндекс.Учебника Ксения Ватикова. Ксения ведет курс для учителей, который посвящен разного рода трудностям в обучении детей. Ксения, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. Итак, сегодняшнюю программу начнем с трех приемов конструктивного общения с ребенком. Да, мы пройдемся по этим трем приемам. Они пришли в активную практику из коммунистической психотерапии, такой клиент-центрированный. И показано, что даже в сложных, таких очень эмоциональных конфликтных ситуациях помогают снять степень напряжения эмоционального накала и как-то в конструктивное русло перевести диалог. Что такое активное слушание? Это когда я перефразирую, отражаю как будто бы фразу ребенка и возвращаю ему главную мысль. При этом хорошо бы подключить туда еще описание того, что он чувствует. Например, Петя пришел домой после того, как подрался во дворе со своим приятелем. Во-первых, ему прилетело, у него течет кровь из носа, ему больно. И он злится на этого приятеля. И он начинает его обвинять и говорить, что вот там Вася, вообще все так несправедливо. Допустим, я стоял на воротах, и он же видел, он спинтнул мячик, и вот мне мячик прилетел в лицо. И здесь, что такое активное эмпатическое слушание, когда родитель прям возвращает ребенку его фразу и добавляет описание эмоций. Да, Петя, я вижу, что тебе ужасно обидно, и что ты злишься на Васю, и что Вася вот как-то не подумал, и пнул мячик тебе в лицо со всей силы. То есть мы даже еще воздерживаемся от нашей оценки ситуации. Я не говорю, что там Вася что-то не заметил или сделал специально. Я вообще еще никакой интерпретации не приношу. Я пытаюсь просто описанием эмоций передать ребенку, что я его понимаю, что я прекрасно понимаю, что для него эта ситуация, ну вот она прям такая заряженная, что там просто бурлит коктейль из разных чувств. Вот, и не перехожу к нотациям, что да ладно, бывает. Потому что здесь же есть две опасности. Первая – это обесценивание. Ну, блин, со всеми бывало, кому не прилетал во время футбола, выходишь на футбольную площадку, жди, что тебе прилетит, да. Вот, а вторая ситуация – это, значит, позиция такого воинствующего родителя. Мячиком попал, все, звоним Васиной маме, пусть нам приносят официальные извинения, значит, с дипломатической миссией приходить. Вот, и вот эта форма, в которой я говорила, это называется «Я-сообщение». Она очень помогает при конфликтах. Я здесь все-таки отошлю книги, она очень короткая, популярная, и там Юлия Борисовна все прекрасно рассказывает. Вот, и только на следующем этапе я пытаюсь как-то эту ситуацию интерпретировать. Почему так могло произойти? А что теперь сейчас лучше делать? Звонить Васе, не звонить Васе? Ну, то есть не то, чтобы здесь важно занять какую-то такую экспертную позицию взрослого или навязывать свои стереотипы, как вы в такой ситуации действуете, ну, потому что взрослые люди, они тоже уже не супервариативны в своем репертуаре. Ну, кто-то тоже всегда, значит, Васе виноват, кто-то, наоборот, это я там виноват. Вот, а с ребенком обсудить, как ты думаешь, что сейчас лучше сделать? Обсудить хотя бы два варианта. Итак, показали, что мы понимаем, что чувствует ребенок. Прямо назвали его чувства. Потому что это... Почему мы этому так уделяем много времени? Потому что мы развиваем эмоциональный интеллект и социальный интеллект, и коммуникативные навыки. Возвращаясь к подростковому возрасту, это ровно то, что ему супер пригодится. И как это ни парадоксально, вот из моих занятий прям вот уже с классом, с подростками, когда мы пытались называть чувства, не у всех даже словаря достаточно хватает. То есть, ну, могут назвать пять-шесть чувств, они же еще по спектру отличаются, что есть раздраженность, есть злость, есть гнев, есть ярость. Вот, и это некоторый спектр. А для того, чтобы справиться с эмоцией, ну, первый шаг, это я, конечно, ее назвать. Так, ну, мы с вами хотели продолжить разговор о мотивации. Давайте вернемся к этой теме. Давайте вернемся. Мы вроде бы немного обсудили внешнюю мотивацию, что здесь мы можем варьировать, и наша задача набрать вот этот репертуар того, что мотивирует. Репертуар инструментов, да, что у нас есть какие-то санкции, условно говоря, да, что мы можем сократить экранное время, забрать на какое-то время гаджеты, не допустить какой-то активности, но тоже не супер важный. То есть нужно понимать, что если ребенок очень любит ходить в баскетбольную секцию, а мы говорим, что за плохие оценки ты не будешь туда ходить, так нельзя делать ни в коем случае, потому что это бьет по-вольному. Мы можем понять с точки зрения внешней мотивации, что цепляет больше всего. Слава, власть, популярность, просто чувство какого-то удовлетворения. Вот это очень же тонкие штучки. И родители обычно хорошо знают своих детей, они понимают, на чем можно сыграть, но здесь просто нельзя переборщить и правильно подобрать эту активность. И третье, не злоупотреблять, если мы знаем, что это чувство вины и чувство стыда, чтобы не чрезмерно это использовать. А что с внутренней мотивацией? А с внутренней мотивацией Деси и Райан показали авторы этой теории, про которую я рассказываю. Они показали, что в основе внутренней мотивации лежат три потребности. Первая потребность – это потребность в компетентности. То есть мне, как человеку, в любом человеку, это важно чувствовать себя в чем-то мастером, в чем-то успешным. Вот именно слово «компетентность» здесь хорошо подходит. Вторая потребность – это потребность в автономии. Это значит, что я хочу чувствовать себя субъектом выбора. Я хочу выбирать, что мне делать, как мне делать. И в учебной деятельности должно быть как можно больше этих ситуаций. И третья потребность – это потребность в сопричастности. То есть я должна находиться в группе единомышленников, в которых драйвит от того же самого, что это какая-то группа по интересам, которая будет поддерживать меня. И что из этого следует? Из этого следует, собственно говоря, что мы можем сделать. Во-первых, мы должны как можно больше этих ситуаций и успешности ребенку создавать. Мы можем реализовать это за счет двух возможных стратегий. Первое – это снизить или подобрать степень нагрузки. И это касается и началки, и средней школы. То есть если ребенок… Или направление. Если ребенок, с которому неинтересны физика и математика, в большей степени интересны иностранные языки, то, скорее всего, его придется забрать из физмат-лицея и отправить в какую-то гимназию. Как бы тяжело нам это ни казалось. Если ситуация с мотивацией патовая, иногда это единственный выход. Либо подобрать нагрузку, то есть перевести, условно говоря, опять же, из физмат-класса в обычный класс. Чтобы это была тоже математика, тоже физика, но по обычной программе, не по суперсложной. Вторая стратегия связана с тем, что мы либо сами, либо репетиторы и какая-то команда педагогов начинает заниматься с ребенком и постепенно его подтягивает. Потому что, безусловно, индивидуальное обучение, оно эффективнее, чем фронтальное обучение со всем классом. И здесь мы можем каким-то образом компенсировать ситуацию. И нам же нужно, чтобы сохранить мотивацию школьную, учебную, успешность не обязательно во всех предметах. Это может быть один предмет, два предмета. Нам просто нужна точка опоры, чтобы ребенок хотел ходить в школу хотя бы ради чего-то. И вот нам нужно создать эту точку опоры. Ну, многие родители же как рассуждают? У тебя уже пятерка по литературе? Я хочу, чтобы у тебя была еще и теперь и пятерка по физике. Я бы тогда все вот такие амбиции родительские, я бы об ребенка как-то... Убрала бы от ребенка и направила бы самим родителям. Нет-нет-нет, кстати, я не могу подобрать. В бизнесе сейчас это слово используется оббивало об ребенка. Ну, то есть я бы с ним обсуждала. Слушай, вот у тебя оценка по литературе пять, а по физике три. Ну, давай подумаем. То есть это именно как точка опоры. От этой точки опоры мы идем к дальнейшим успехам. Ну, да, и причем это лучше в формате диалога. Ну, давай подумаем, ты на какую оценку вообще у тебя амбиции, твои внутренние амбиции. Ну, допустим, ребенок говорит, ну, у меня на тройку вообще, она мне неинтересна. Здесь же мы можем посмотреть на него глазами восхищенного взрослого. У нас же есть супербольшой ресурс. Можно сказать, слушай, я вот, я тебя знаю, вот мне кажется, что ты можешь вытянуть на четверку. Что здесь вот этот подход, я в тебя верю. То есть надо в него поверить. Да. И надо про это сказать, ну, я тебя знаю, я в тебя верю, ты можешь. Он гораздо более вдохновляет, ну, чаще вдохновляет, чем, слушай, ну, давай, вот этот на пятерку, вот этот тоже на четверку, давай, значит. Вот тут ты можешь, значит, тут можешь. Ну нет. Но это всё всегда требует таких переговоров. И здесь, как вы понимаете, особенно это про подростковый возраст, сразу становится ясно, что самое ценное, что у нас есть в качестве инструмента, это контакт с ребёнком. Если у нас нет контакта, все такие разговоры вести очень сложно. Если у нас нет ресурса доверительных отношений, то мамам и папам сложно перейти с формата «Я здесь главный, я сказал, а ты сделаешь формат, ну давай вместе подумаем, на какую оценку ты вытянешь. Давай подумаем, что можно убрать». Поэтому каждый раз, когда мы говорим про мотивацию, про школьную успешность, нужно понимать, что мы не должны добиваться в них успехов, теряя контакт с ребёнком. Это тот ресурс, который бесценен. Потому что школа закончится, а жизнь будет продолжаться. Да. Что ещё важное мы должны упомянуть про мотивацию? Да, вот мы сейчас пройдёмся по вот этим трём потребностям. Что я ещё хотела сказать про компетентность? Здесь нужно как можно больше создавать этих ситуаций успеха. И очень хорошо работающая стратегия – это когда есть большая задача. Понятный пример, например, написать сочинение. И мы можем разбить эту задачу на несколько небольших подзадач. И хвалить себя, и вообще делать отсечку, что сделал, сделал, сделал. После каждого этого этапа. Это срабатывает даже на уровне биологии. Потому что когда стали мерить, как выделяются нейромедиаторы, у нас есть, например, дофамин. Такой нейромедиатор, который отвечает за приподнятое состояние. Он нам нравится, когда у нас нейромедиатор дофамина поделяется в головном мозге. То как раз вот это ощущение, что я взял этот барьер. Я вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. Это каждый раз такая петля дофаминовой активации. А это значит, что вот эти точки ощущения успеха, я как бы небольшую вот такую слона должна съесть, да? Или не знаю, что с ним сделать со слоном. Помыть. А по частям к этому идти. И в сочинении это что? Это значит, что я, например, прочитала книгу или послушала аудиокнигу, если мы имеем дело прямо с дислексиками. Выбрала темы, обсудила с кем-то темы, какая для меня подъемна. Я написала план сочинения, обсудила с кем-то план сочинения, написала черновик, проверила черновик, написала чистовик. Ну, это я так, навскидку, да? Но, тем не менее, это порядка семи шагов. И мы каждый раз вот это ощущение законченности, оно нас стимулирует двигаться дальше. Ну, то есть сам себя не похвалишь? Да, здесь не только про похвалу, здесь скорее про ощущение, я поставила себе задачу, я ее сделал. Я молодец. Не про то, что я молодец, потому что я сделала ее хорошо. А про то, что я молодец, вообще молодец. Вообще, я ее сделала. Да. Просто, когда ты молодец, тебе проще идти дальше. Да, и здесь, ну, такой супер лайфхак, который работает, и на самом деле это настолько психологически оправданная вещь. Мы можем хвалить не только за результат, но мы можем хвалить за усилия. Я понимаю, что тебе было очень сложно написать сочинение. Вот я, как это, недавно помогала писать сочинение по капитанской дочке старшему сыну. Да, с большим удовольствием, нужно сказать. Но мне это далось, да, с трудом. И когда мы с ним это обсуждали, я говорю, ну, вообще, вот я честно сказала ему, что ты большой молодец, что ты написала такой текст, это большая работа. И я понимаю, что он получился не суперидеальным, но он потратил на это. Мы посчитали, он потратил на 14 часов. Я говорю, ну, это какая бы ни была оценка за это сочинение, вот те усилия, которые человек потратил, да, они уже заслуживают как минимум внимания. Я, как взрослый, заметила, что вообще человек старался. Возвращаясь к старанию и к усердию, да, мы подкрепляем именно это поведение. Вот, и уже второй вопрос, насколько успешно, условно говоря, это сочинение, да, будет оценено. И последний, наверное, шаг, который можно сделать в этой ситуации такой, может быть, совсем уж стратегический, после того, как будет оценено сочинение, проанализировать, что не так. Потому что здесь же всегда важна вот эта петля обратной связи. Я, мне нужно сделать, я сделал, оценили то, что я сделал, что не так. Бымцы мне дали обратную связь, в чем я молодец, что получилось, что не получилось, почему не получилось. И чем больше родители хвалят за усилия, и чем больше, ну, такой развернутой обратной связи дают. Понятное дело, что про сочинение нельзя дать, это задача учителя. Но хотя бы на той деятельности, которая для вас важна. Не знаю, пропылесосить всю квартиру, да. Пусть он сделал это не очень хорошо и не в срок. Но просто не забыть хотя бы сказать спасибо ребенку. Да. Давайте, если мы пойдем дальше по вот этой структуре потребности внутренней мотивации, мы столкнемся с потребностью в автономии. Что это значит? Это значит, что у ребенка должна быть ситуация выбора. А что именно я буду делать? И если смотреть на опыт американских школ, то там ребенок может выбирать индивидуальную траекторию. Он может набирать предметы, которые ему нравятся, которые он будет задавать. И в некоторых российских школах это тоже практика есть и реализована. Но если мы берем... Но это, наверное, уже дети постарше. Да, это мы сейчас говорим про старшие классы, безусловно. Да, но если это массовая средняя школа, то где эти ситуации выбора могут быть? В школе это может быть, например, темы для рефератов, которые тоже не всегда мне что-то подходит, но зато у меня есть то, что мне интересно. Условно говоря, я не знаю. Я хочу разобраться, как работает ветер, почему парусные суда едут туда, куда они едут. Идут, точнее, туда, куда они идут. Очень нетривиально. И ребенок может выбрать это, несмотря на то, что ее нет в списке. Это ситуации выбора, которые иногда создают хорошие учителя. Они говорят, ребята, мы сегодня отрабатываем, тренируемся решать задания, например, на движение. Перед вами три коробочки. Вот, допустим, не знаю, первая, вторая, третья. Задачи лежат здесь легкие, здесь средние, здесь сложные. Вы можете сами решить задачи, какого уровня вы будете решать. И в зависимости от этого будут там по-разному считаться оценки. А в экспериментах показано, что вот при таком подходе взрослые и дети эффективнее учатся. Потому что те, кто испытывает трудности в обучении, они все равно справляются, возвращаясь к ситуации успешности. Они решают задачи с самой первой коробочки. Олимпиадные дети такие продвинутые. Не скучают. Не скучают, они не теряют, они реализуют тот потенциал, который у них есть. Они не теряют, да, вот эту сверхмотивацию к предмету. А средние дети решают из средней коробочки, допустим. И у них есть выбор попробовать себя в трудных задачах. А если что-то не получается, попробовать в легких и вернуться к средним, например. Понятно, что это как бы такая методика, которая требует организации и подготовки со стороны учителя. Но когда это входит в такую привычную, рутинную практику, то учителя это начинают использовать часто. Это могут быть ситуации выбора. Это знаете, вот как стандартный вопрос, а с каких заданий нужно начинать домашнее задание делать? Вот с каких предметов или еще? Со сложных или с легких? Мне кажется, каждый для себя решает сам. Да, да, да. Здесь это тоже вот как бы кому-то нужно, наоборот, втянуться сначала на том, что легко и интересно, а кому-то нужно начать сразу со сложных, потому что потом голова не работает. И здесь средняя школа уже готова это отрефлексировать. У них, в принципе, механизм рефлексии появляется. Это то, что меняет мир в подростковом возрасте, появляется такое развернутое самосознание. Я могу, и самоанализ, я могу уже анализировать, что хорошо, что плохо у меня получается, какой я и так далее. В началке это, конечно, нужно помогать. Это какие-то такие эксперименты с участием родителей или взрослого, который увлечен в домашку. И третья ситуация, это третья потребность во внутренней мотивации, это единомышленники. И, скорее всего, для наших реалий это поиск кружков, мастер-классов, секций, где ребенок находится среди людей, которым интересно тоже, что ему. Причем это могут быть же совершенно такие интересы, ну, очень узкие. Ну, динозавры и динозавры. Классно, давайте там условно кружок в палеонтологическом музее. Сейчас очень многие музеи делают эти кружки онлайн, что делает их доступным для, ну, даже не для жителей Москвы, да. Вот. И сообщества могут быть виртуальными. Пусть это даже форум какой-то в интернете на ресурсе, но, тем не менее, это комьюнити людей, которая поддерживает и помогает двигаться дальше. А это могут быть самые абсолютно любые интересы? Ну, например, если, я думаю, что сейчас многие родители вспомнят, например, командные компьютерные игры. Да. Вот это как-то можно считать общим интересом? Или это... Нет, мы же говорим про учебную деятельность. То есть мы, по идее, должны сначала найти какой-то интерес, ну, у любого ребенка. Я еще не сталкивалась с ребенком, у которого нельзя было бы найти, и что ему интересно в рамках учебной школьной программы. Все-таки у нас достаточно много разных предметов. Может быть, это будет... Ну, вот до смешного, знаете, может быть, это будет пример предмет ОБЖ, который, ну, не очень талантливо написан, учебно-методический курс ОБЖ. Но между тем, это очень важный предмет на самом деле. Да, и вот я работала с ребенком, который в итоге пошел на курсы первой медицинской помощи при Красном Кресте в Москве. У них есть программа для детей. И в итоге ОБЖ стала той точкой опоры в его обучении в школе, которая вытянула вот на самое сложное время такое учебную мотивацию. Так, а как нам мотивировать подростка? Просто вы сказали, что у подростка у него там уже совсем другая история, у него рефлексия, вот как нам с подростками быть? Да, с подростками, на мой взгляд, как раз в силу потребности в общении со сверстниками нужно этим активно пользоваться. И все разные классные мастер-классы, кружки, где ребята что-то делают сами, это тот ресурс, ну, предметный, да? То есть это может быть, ну, программирование, рисование, создание мультфильмов, все что угодно, да? Чтобы это хоть как-то касалось школьной программы. Это тот способ, который можно вытягивать, это раз. И второе, про рефлексию. Рефлексия, это же во многом попытка поиска смысла вот в той разнообразной деятельности, которой человек занимается, подросток. И ему важно показывать практическую ценность знаний школьных. Она есть. Ну, если вот мы так задумаемся, то... Ну, да, самый часто задаваемый вопрос, а зачем мне это в жизни? Да, ну, мне это вот нафига не надо. Что вы ко мне пристали? И они возникают именно, эти вопросы, они возникают именно, когда ребенок достигает подросткового возраста. Да, ну, а почему они возникают? Потому что уже появляется, ну, такое большее чувство автономии, стремления к сепарации. Я уже могу предъявлять претензии родителям, что я это хочу, не хочу, а вот здесь вот я не вижу смысла, да? Вот. А во-вторых, ну, как бы действительно в силу самосознания я пытаюсь примерить на себя. Вот это мне нравится, вот это мне не нравится. А в-третьих, будем честны, для того, чтобы освоить школьную программу на пятерке по всем предметам, нужно быть очень талантливым человеком. И, ну, вот это вот сверхтребования порой, они тоже играют свою роль. А что такое практическая значимость? Это значит, что, ну, во-первых, можно эти ситуации прям в жизни создавать. Ты хочешь новый телефон, вот тебе конкретная практическая задача, докажи мне с помощью аналитических выкладок и не очень сложных расчетов математических, какой выгоднее купить. Ты хочешь купить крем в магазине? Ну, чтобы подобрать правильный крем, нужно хотя бы там отличать щелочные компоненты от кислот, да? То есть на самом деле современная косметология и подбор кремов – это, ну, как бы это химия, это знание химии. Планирование поездок и выбор выгодных, опять же, тарифов – это экономика. А написание хорошего блога, который привлечет большое количество фолловеров – это работа с текстом. И в этом смысле, опять же, возвращаясь, например, к функциональной грамотности, как к такому тренду, ну, это просто хороший пример, который пытаются сейчас в школах как-то внедрять. В средней школе, кстати, вот есть методические пособия как раз для средней школы. Это попытка такого междисциплинарного, таких межпредметных заданий практических, где дети сталкиваются, ну, с условными, реальными ситуациями и пытаются с ними работать. И когда я вижу эту связь между реальной жизнью и тем, что происходит в школе, это, конечно, вдохновляет. Тогда появляется смысл учиться. Ну да, да. Вообще, мне кажется, знаете, что вдохновляет, какие-то моменты, что взрослые сами же своим примером они могут заражать. Это странно, если взрослый, который постоянно курит, говорит ребенку не курить. Ну, как показывает опыт и наука, это не работает. Обратное правило тоже действует. Если взрослые сами постоянно чему-то учатся новому, дети это видят, читают книги, пусть даже не бумажные, а электронные. Это некоторая модель поведения, которую наши дети, тем не менее, копируют. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашей гостьей, нейропсихологом Яндекс.Учебника Ксенией Вытиковой. Поговорим о дислексии, о нарушении навыков чтения письма у детей. Не пропустите 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. «Каждый родитель желает знать» Программа для пап и мам на детском радио.